С молебна и строевого марша начался День знаний в Первом казачьем университете в Москве. На торжественную церемонию приехали представители всех региональных отделений вуза. Благословил студентов на весь грядущий учебный год войсковой священий казачьих войск отец Марк. Подробности в материале нашего корреспондента Ольги Григорьевой. Традиции казачества неразрывно связаны с православной верой. С давних пор казаки, присоединявшие к русскому государству новые земли, несли одновременно миссионерское знамя, обращая в православие коренных жителей тех мест. Сохраняет давние обычаи казачьей культуры и передает их молодому поколению сегодня Московский государственный университет технологий и управление имени Розумовского, известный как Первый казачий университет. Этот институт помогает не отрываться от своих корней, как и в православии, потому что вера для казаков была в первую очередь. Казак без веры – это не казак. Мы знакомимся между собой, узнаем другие культуры, узнаем другие обычаи казаков, потому что казаки были не только на Дону. Я сама донская казачка. Казаки были и в других областях, и сейчас они есть. И у каждого есть свои какие-то традиции, свои обычаи. Это очень интересно. Такие университеты помогают сплочаться. Мы же одна страна, мы должны все между собой общаться и узнавать друг о друге. Преподают в университете не только историю и обычаи казачества, но и основы православной культуры. Проводятся встречи со священнослужителями, на которых можно получить ответы на волнующие вопросы веры. Традиционно учеников вуза благословляют не только на начало учебного года, но и на успешную сдачу экзаменов по его окончании. Сами студенты приходят в храм просить помощи, силы, ума и ловкости перед спортивными соревнованиями. Конечно, следует отметить, что всегда любое дело мы, православные верующие, начинаем с молитвы. И когда учащиеся начинают свой подвиг, свой труд, который полагается в начале их жизненного пути для того, чтобы что-то сделать для блага семьи своей, для блага страны, для блага церкви, отечества, казачества, соответственно, всегда с Богом идет успех. Всегда с благословением Божиим легче, несмотря ни на какие трудности, преодолевать тот какой-то тяжелый жизненный путь. Количество студентов, прошедших торжественным маршем в День знаний, свидетельствует о живом интересе современной молодежи к казачеству. По данным приемной комиссии университета имени Разумовского, на первый курс в этом году было принято более трех тысяч абитуриентов по всей стране. Представители 18 региональных отделений также приехали на столичную линейку в День знаний. Согласно клятве студента казака МГУ ТУ имени Разумовского, студенты вуза обещают дорожить честью казака, университета, славой, боевыми и трудовыми традициями российского казачества, а с ними и верой православной.